Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. С вами снова компания Кровмонтаж и я, Мороз Алексей. Мы находимся в Подмосковье, в коттеджном поселке Радость. Как вы можете видеть, поселок построен прямо в лесу, среди вековых сосен. Мы тут частые гости, потому что радости в КП, радости совсем немного. Особенно у новых домовладельцев, которые покупают тут дома. Мы будем производить ремонт кровли на одном из домов, а именно полностью менять кровельный пирог. И заменим кровельный материал клик-фальц на настоящий фальц с двойным замком. Все работы, которые будут тут выполнены, мы подробно покажем в этом видео. Но вначале я скажу несколько слов о том, что тут не так с домами и почему же так мало радости в КП, радость. Посмотрите, какие роскошные дома, какой дизайн. Ну разве они не прекрасны? Просторные помещения, огромные окна в пол, а из гаража сразу попадаешь в жилище. Вот открытое пространство над гаражом. Можно пить кофе и любоваться лесным ландшафтом. Но дьявол, как известно, кроется в мелочах. Этот архитектурный стиль называется барнхаус. Он предполагает отсутствие карнизных свесов. Возможно, какой-то дизайнер счел это решение. Очень солидным, модным. Но мое мнение совсем иное. Все эти дома возводились одним застройщиком. И будь я главным инженером строительной компании, то я бы послал дизайнеров к черту. И никогда бы не поставил свои подписи под этим барнхаусом. Сейчас объясню почему. В нашей климатической зоне можно построить дом без карнизного свеса. Если есть такое желание, почему бы и нет? Но не так. Облицовка фасада камнем в этом случае недопустима. Там, где стена заканчивается и начинается кровля, образуется проблемное место. Вода будет бить в это место, скапливаться, замерзать и тает. Многочисленные переходы через ноль сделают свое дело, и камень начнет разрушаться. Черные саморезы зло на кровлю. Особенно в несущей конструкции. Чтобы я их здесь не видел. Но это не самая печалька. Есть проблема куда серьезнее. И, к сожалению, не такая уж и редкая в наших реалиях. К стенам и фундаменту вопросов нет. Все выполнено очень неплохо. Но застройщик доверил строительство кровли на всех домах в этом поселке. Тем же строителям, что возводили стены. То есть, непрофессиональным кровельщикам. Это мое предположение, которое вытекает из той ситуации, что тут сложилось. В целях экономии или еще по какой причине. Но это совершенно точно. Крыши тут построили не кровельщики. Паразеляция и гидроизоляция недопустимого класса. Это ветровлагозащитные пленки. Недорогие эконом-класса. Пирог смонтирован с ошибками. Кровля протекает, как решето. И, конечно, давать тепло под такую мансарду нельзя. Дома в этом поселке стоят недешево. От 10 миллионов. Вот в таком виде, без отделки. То есть, покупателю еще и предстоят немалые вложения, чтобы сделать дом пригодным для проживания. Да еще вдруг выясняется, что ко внутренней отделке приступать нельзя. Вначале нужно отремонтировать кровлю. Досадно, еще как. Какие-то это подкладки, лепухи. И вот B9. Смотрите, что творится. Вот оно что. Сейчас все это будем демонтировать. Наш заказчик приобрел вот этот замечательный дом. Он счастливый человек, потому что подписан на нас в инстаграм, где он однажды увидел, как мы приехали сюда. И провели тут техническую экспертизу в одном из домов. Он тоже нас пригласил, чтобы выяснить, есть ли у него подобные проблемы, как у соседей. Я приехал, провел диагностику и вынес однозначный диагноз. Да, все то же самое. Пациент скорее мертв. Требуется срочная реанимация, то есть ремонт кровли. Мы сняли замеры, посчитали смету и отправили ему. Тут я должен сказать вот что. Нашим клиентам, как правило, становятся люди, разделяющие девиз нашей компании. Качество это и есть экономия. Это очень простая аксиома, но не все это понимают. Да, подешевле это не к нам. Но когда клиент нанимает людей подешевле, мы все равно потом приезжаем переделывать дешевую работу. И человек в итоге платит две цены за кровлю. Так вот, наш клиент не из таких. Он прагматик и принял верное решение. Итак, приступим к ремонту. Демонтируем старую пленку и утеплитель. Пленка будет полностью утилизирована, а утеплитель подвернется выбраковке. Пригодный для повторного использования утеплитель складируется на первом этаже. Вон его сколько набралось. Я кинул клич в инстаграме. Забирай кому надо. Отдам хорошие руки бесплатно. Такие подгоны у нас бывают нередко, поэтому обязательно подпишитесь на нас в инстаграме. Это полезно и даже бывает выгодно. На клич откликнулся подписчик из Белгорода, приехал и забрал весь утеплитель, которому будет подарена вторая жизнь на каком-то хозблоке. Ну и хорошо. Все довольны, все счастливы. Спасибо огромное, Круп Монтаж. Всего доброго, удачи. Счастливого пути, ребят. Счастливого пути, до свидания. Фронтонный парапет накрыт листовой сталью. А что же под ней? О да, вот это шедевр инженерной мысли. Демонтируем это безобразие полностью. Будем переделывать эту декорацию. Далее сверху демонтируем старый кровельный материал. Клик-фальц. Листы складируем внизу, прямо на земле. Своё отношение к этому материалу я высказывал не однажды. Не хочу повторяться, скажу только, что мне очень обидно, что тут в названии затесалось слово фальц. Хитрый маркетинговый ход, никакой он не фальц. Но тут будет настоящий фальц на двойном замке. Потому что фальц это то, что мы умеем лучше всего. Стропильная система возведена с небольшими нареканиями, но критических нарушений нет. Поэтому конструкция переделываться не будет. Оставляем прежнее стропило. Далее антисептируем стропильные балки, ригеля и брус маурлата. Наращиваем стропильную ногу, удлиняем. И при помощи конструкции, которая называется кобылка, сооружаем свес. Таким образом у нас появляется карнизный свес. Но тут нам пришлось немного попылить и срезать несколько кирпичей. Карнизный свес совсем небольшой, всего 30 сантиметров. Но это все-таки карниз, который будет служить в свою добрую службу на этой крыше. Производим изнутри монтаж паразитационной пленки, ютопол. Тщательно проклеиваем стыки и места примыкания пленки к стенам. Это очень важно, чтобы не было теплопотерь. После этого перемещаемся наверх. Снаружи производим утепление межстропильного пространства плитами Rockwell. Утепляем в шахматном порядке, в натик, исключая образование мостиков холода. Далее монтируем капельник конденсата, изготовленный прямо тут на объекте. Но об этом чуть позже. Монтируем гидроизоляцию. Это будет супердиффузионная мембрана КТПАЛ. Которая монтируется прямо на утеплитель. И вентилируется супер пленка только сверху. Мне часто задают вопрос по этой теме. Про перфорированные софиты. Нужны они, не нужны. В описании будет ссылка на видео. Там эта тема подробно раскрыта. В нашем случае перфорированные софиты не нужны. Почему? Переходите по ссылке, там все ответы. Далее монтируем контрабрешетку из бруска 50 на 50. Это важный элемент вентиляции подкровельного пространства. Бригады подешевле часто игнорят этот момент. Но помните, без контрабрешетки нельзя. Будет конденсат и первой же весной ваша внутренняя отделка будет испорчена. На бруски контрабрешетки монтируется обрешетка из доски 25 на 150. С небольшим шагом, так как у нас кровля с углом наклона скатов в 45 градусов, то можно сделать небольшую разбежку 5-10 сантиметров между досками. Такой шаг обрешетки лучше всего подходит для фальцевой крыши. Листы лежат ровно, без прогибов и не бьют по доскам даже при ураганном ветре. У вас шаг обрешетки чем? Шаблоном? Есть шаблон? Конечно. Давай, заслужим. Параллельно с этими работами производим монтаж софитов в нижней части карнизного свеса. Отделку карнизных свесов мы производим вручную. И все элементы мы гнем на месте и монтируем их способом в рейку. Гнется рейка и в нее вставляется кассета. Детали софитов мы тоже изготавливаем на месте. Также монтируем лобовую часть из составных пластин с перекрытием стыков полосками. Получается оригинально, красиво и не бликует на солнце. Ручной труд мастера выглядит не шаблонно. Выгодно отличается от стандартного софита и придает вид дизайнерского решения. На поверхности фронтонного парапета монтируем бруски будущего каркаса. Но проблема в том, что парапет построен из пустотелого керамического кирпича. Эта проблема легко решается. Крепить брусок к кирпичу мы будем с помощью химических анкеров. Через ленту рубероида для гидроизоляции. Согласитесь, такая конструкция куда надежнее в сравнении с тем, что тут было. На крайней доске обрешетки, на карнизе, вырезаем пазы для крюков водосточной системы. Инструмент, который называется крюкогиб, поможет нам согнуть крюки в соответствии с проектной разуклонкой водосточки. Чтоб водичка бежала прямо в направлении трубы. Монтируем согнутые крюки в пазы и собираем желоба. Все стыки проходим специальным герметиком на полиуретановой основе. Все скаты крыши полностью готовы под монтаж нашего любимого фальца. Итак, включаем фальцепрокатный станок и начинаем производство фальцевых картин нужного размера. Вот рулоны листово-кровленное железо. Металл у нас концерна СИСАЙБИ, матовый ПУРАЛ с цинковым покрытием 275 грамм на квадратный метр. Толщина стали 0,5 мм. Гарантия на сквозную коррозию 50 лет. Это внушительно. Именно этот металл мы всегда используем в качестве сырья. Вот из этих рулонов мы и раскатываем картины для нашей кровли. А еще из этой же стали прямо тут на объекте мы производим все необходимые доборные элементы. Капельники, витровые планки, коньки и софины. Поднимаем стальные картины на крышу, укладываем и крепим на обрешетку с помощью подвижных клеймеров. Почему они подвижны? А потому что металл имеет свойство температурного расширения. Подвижный клеймер исключает любые проблемы, связанные с этим явлением. Первой крепится нестандартная декоративная картина фронтонного парапета. Мастера внимательно проверяют все линии диагонали и монтируют стандартные картины от декоративной по всему скату. Перед началом монтажа фальцевых картин нужно еще раз перемерить скаты кровли, чтобы картины разместились равномерно. Если этого не сделать, то у вас обязательно появится где-то узкая полосочка. Чтобы это исключить, нужно добиться кратности одинакового размера. Картины соединяются между собой в замок. Для этого используются вот эти инструменты-зажимы. Сперва мастер соединяет листы на первый замок, а после проходится другим инструментом, соединяя картины на второй замок. Двойной фальцевый замок – очень надежное кровельное соединение, уступающее, пожалуй, только сварочному шву. А еще фальцевая крыша очень эстетичная, ее выбирают, как правило, те люди, у которых есть вкус. В карнизной зоне мастер подрезает края картины в ребрах жесткости и заворачивает лист, скрепляя его на замок с карнизной планкой. Затем формирует так называемые мысики. Посмотрите, какая красота! И это ручная работа. Ну разве металлочерепицы содержат такую эстетику? Конечно же нет. Наша кровля имеет простую геометрию, но все же один сложный участок на ней имеется. Это зона примыкания вентиляционной трубы с кровлей. Для того, чтобы надежно соединить листы в этой зоне, требуется работа высококлассного жестянщика. Короб дымохода закрываем тем же листовым железом в Т-образную рейку. Одновременно производим монтаж снегозадержаний. Особенно с фальцевой кровлей в том, что поверхность металла не имеет ни единого отверстия от гвоздя или самореза. Крыша закрыта листовым железом, ну как консервная банка. Посмотрите, как закреплен кронштейн снегозадержателя. Он надежно прижат к ребру фальцевого замка, а металлочерепицу или иной кровельный материал пришлось бы дырявить болтами в четырех местах под каждым кронштейном. Фальц, друзья, это старинная классика. Вентилируемый конек изготовлен все из того же листового металла. В этой зоне будет выход потока подкровенной вентиляции, а приток осуществляется в карнизной зоне. Прошло три недели с момента нашего заезда на объект. Работа полностью выполнена и нам пора покидать этот замечательный поселок. Мы прибавили еще немного радости. КП Радость. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Ну, что скажете? Мы закончили работу. Приятно видеть результат профессиональной работы. Честно говоря, не ожидал. Но очень надеялся. Все выполнено тщательно. Особенно поражают, конечно, тонкие элементы, которые так сразу с большого расстояния не увидишь. Теперь вы знаете, что такое стандарт кровь-монтаж? Да, теперь знаю. От души готов всем рекомендовать. И нарекания не в процессе работы. Очень приятно, на самом деле. Контроль. Еще раз контроль. Кто бы ни делал. Без контроля строителей нельзя оставлять. Спасибо. До свидания. До свидания. На этом все. С вами был Мороз Алексей. Компания Кровмонтаж. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok